Ещё не знаешь, что такое кэшбэри? Да это же самая простая и самая эффективная система взаимного кредитования. Здесь ты можешь с лёгкостью взять деньги в долг или дать их взаймы, под проценты. Я сам инвестирую здесь уже достаточно давно и зарабатываю на этом неплохие деньги. Хочешь зарабатывать так же? Тогда переходи по ссылке в описании и регистрируйся на кэшбэри прямо сейчас. С нами просто и прибыльно. Немецкий физик-теоретик Макс Планк любил говорить. Каждый выдающийся исследователь вносит своё имя в историю науки не только собственными открытиями, но и теми, которым он побуждает других. Давайте делать открытия вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Российский арктический флот. Новые боевые ледоколы появятся в Арктике уже в этом году. Каким оружием оснастят северных защитников? И почему аналитики считают, что их появление сделает нашу страну полноправной хозяйкой Арктики? То есть это мощный корабль, который, в принципе, сам может принять бой. Но при этом он может продвигаться в арктических водах. Человек-змея. Американец Билл Хаас пережил более ста укусов ядовитых рептилий и дожил до ста лет. Как ему это удалось? И сможет ли его последователь из Великобритании побить рекорд? Тот факт, что этот человек выработал иммунитет к змеиному яду, показался мне просто удивительным. Цирк уродов. Пережиток прошлого или жестокая реальность? В Нью-Йорке власти открыли настоящее фрик-шоу. Кто согласился там работать и почему? Как в 21 веке живется людям с нестандартной внешностью? Если вы хотите сделать себя счастливыми, сравните с тем, кому хуже, чем он. Бесчеловечные опыты Пентагона. Исследователи считают, что США использовали разработки нацистского ученого на мирных жителях Вьетнама. Что такое Эйджент Оранж и чем закончился жестокий эксперимент? До сих пор, даже спустя почти 50 лет после войны, в нашей стране продолжают рождаться дети с уродствами. Ритуальные самоубийства. В Индии люди совершают суицид во имя веры. Но какая религия требует таких жертв? И почему правительство закрывает на это глаза? Считается, что он стал победителем этого мира в жизни и смерти. Тайна гибели линкора «Новороссийск». Почему затонул военный корабль? Что узнали исследователи из рассекреченных архивов? Была холодная война на уровне горячей. Астрофизики считают, что НАСА и Роскосмос тайно готовятся к первой экспедиции на Красную планету. Что такое программа «Биосфера-2»? И когда первые люди высадятся на Марсе? Это, грубо говоря, огромная теплица, которая была поделена на несколько секторов, каждая из которых была представлена своя отдельная экосистема. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Два новых российских боевых ледокола Иван Папанин и Николай Зубов оснастят бронекатерами на воздушной подушке. У новых машин укрепленный корпус из алюминия и композитной брони. Цена каждого аппарата около 100 миллионов рублей. Боевые ледоколы будут вооружены 100-мм пушками, крылатыми ракетами, двумя скоростными боевыми катерами «Раптор» и вертолетом Ка-27. Почему эксперты считают, что эти корабли сделают нашу страну полноправной хозяйкой в Арктике? И какой ответ российскому арктическому флоту готовят наши конкуренты? Новый боевой ледокол Иван Папанин называют «плавучей крепостью». Это не только буксир и ледокол, но еще и полноценный патрульный корабль. У этого корабля крылатые ракеты «Калибр». Там есть артиллерийское вооружение. То есть это мощный корабль, который, в принципе, сам может принять бой. Но при этом он может продвигаться в арктических водах. Одной ракеты «Калибр» боевому ледоколу хватит, чтобы потопить линкор или крейсер. В носовой части нового корабля находится 76-мм артиллерийская установка. Она легко пробивает многослойную броню и укрепление из бетона. Для разведки и локальных операций Иван Папанин вооружен катерами «Раптор» и палубным вертолетом Ка-27. У этих машин также есть свое дополнительное вооружение. Например, на катерах установлены дальнобойные пулеметы «Корд». А вертолет оснащен торпедами, ракетами, глубинными и авиабомбами. Такого арсенала хватит, чтобы потопить несколько атомных подводных крейсеров противника. С этим вооружением один боевой ледокол может противостоять целой группе вражеских кораблей. В России единственное имеет атомный ледокольный флот, в котором насчитывается достаточно большое количество единиц разного назначения. Для защиты своих арктических территорий Россия создала мощную оборону. От земли Франца и Иосифа до Берингово пролива разбросаны 6 заполярных аэродромов и несколько военных баз. Северный флот получил дополнительно 6 многоцелевых подлодок и 21 боевой корабль. Северный флот получил статус оперативно-стратегического командования. Там развернуты две сухопутные мотоцелковые бригады. Более десятка баз, которые прикрывают наше арктическое направление. В Арктике находятся территории и экономические зоны восьми государств. Главные соперники России – США и Канада. Поскольку арктический шейф вскрывает около 15% мировых запасов нефти и 30% природного газа, тот, кто будет владеть Арктикой, будет владеть миром. В Арктике это все базируется на договорах, которые являются, в общем-то, умозрительными, от которых Соединенные Штаты, в том числе, в первую очередь, отказываются всегда с легкостью, как только у них появляется возможность. На сегодняшний день возможности нет. Арктика цена не только богатыми ресурсами. Через нее проходит кратчайший путь из Северной Америки в Евразию. Этой же дорогой хочет воспользоваться Китай. Большая часть северного пути приходится на территориальные воды России. И наших западных партнеров такая ситуация не устраивает. Дело в том, что в США всего два действующих ледокола, в отличие от нас, где в нашей стране более 40 ледоколов, из них 6 атомных. Ну, соответственно, еще к ним добавятся и боевые ледоколы. То есть это укрепит нашу ледокольную группировку в целом. С каждым днем противостояние в Арктике становится напряженнее. США активно перебрасывают сюда подводные ракетоносцы. Канада подготовила резервистов к войне в Заполярье. Норвегия перенесла военные базы к самому полярному кругу. Датчане разместили арктические спецподразделения в Гренландии. Но все эти боевые единицы способны работать только в условиях арктического лета. А это чуть более одного месяца в году, когда столбик термометра здесь поднимается до нуля или плюс одного градуса по Цельсию. Британский музыкант Стивен Ладвин, выработавший иммунитет к змеиному яду, заявил, что планирует побить рекорд знаменитого человека-змеи Билла Хаста, пережившего больше сотни укусов ядовитых рептилий. Этот американец дожил до 100 лет и умер своей смертью. А его кровь более 50 лет использовал с медиками для создания противоядия от укусов змей. Но как он сумел развить иммунитет смертоносным токсином рептилий? И сможет ли британец побить рекорд легендарного человека-змеи? Биллу Хасту было 12, когда его впервые укусила змея. В это сложно поверить, но мальчик даже не обратился к врачу. После укуса этой змеи, щитоморника, по-моему, он спустил часть крови, которая как раз заражена, сделал прижигание, и таким образом он значительную часть яда нейтрализовал. Так что он первый раз не умер именно потому, что он правильно поступил. Билл начал коллекционировать и изучать змей. В 16 он бросил школу и устроился разнорабочим на выставку рептилий. Его заветной мечтой стал собственный серпентарий. В 1974 году Билл открыл свой серпентарий. В нем было более 500 ядовитых рептилий. Каждую неделю Хаст устраивал настоящее шоу для посетителей. На одном из таких и побывал 10-летний мальчик из Британии Стив Латвин. Я понял, что это возможно. Тот факт, что этот человек выработал иммунитет к змейному яду, показался мне просто удивительным. Я был так впечатлен тем, что увидел, что захотел стать таким же, как Билл. Яд королевской кобры убивает человека за 15 минут. Хаст перенес как минимум 20 смертельных укусов и выжил. Генетик Юрий Шарец считает, в крови американца содержалось вещество, нейтрализующее яд. Есть такое лекарство – гомоглобулин. Об этом мы слышали, наверное, почти все. Это препарат, полученный от людей, переболевших теми или иными тяжелыми болезнями. То есть у этого человека, наверняка в его плазме, крови, был этот белок – гомоглобулин, который имеет очень быструю скорость реагирования с ядом. Человек действительно может выработать устойчивый иммунитет к токсинам. Правда, на это уйдут годы. Вот здесь яд от более чем 32 различных видов змей. Я начал уколы с яда кобры. Просто для того, чтобы увидеть, сможет ли мой организм выработать противоядие и выстоять после укуса змеи. Единственный способ, как бы я узнал, что это не сработало, я бы просто перестал дышать. Рекордсмен по количеству змеиных укусов хааст пережил 172 нападения ядовитых рептилий. Его последователь из Британии Стив Ладвин пока меньше сотни. Но в будущем он планирует побить рекорд кумира. Стив завел 15 ядовитых змей и регулярно колет себе их яд. Недавно я делал инъекции практически каждый день, но теперь сбавил темп и вкалываю себе змеиный яд каждые 10-14 дней. Рекордное количество змеиных укусов не единственное, в чем Стив хочет походить на умершего кумира. Так же, как и хааст, Ладвин использует свой уникальный дар на благо человечества. Он уже заключил договор с датским институтом. Теперь его кровь используют для создания лекарств. По всему миру существуют лошадиные фермы, где животным вкалывают змеиный яд, чтобы у тех появились антитела. Затем они собирают лошадиную кровь и делают противоятие. Вот что спасает вам жизнь, когда вас кусает змея. Чужая кровь. В 50-х Билли Хааст пожертвовал свою кровь Нью-Йоркскому университету, чтобы на ее основе медики создали вакцину от укусов змей. В результате это лекарство помогло нескольким тысячам человек. Одним из них стал венесуэльский мальчик. Чтобы спасти ребенка, хааст сам полетел к нему. За спасение малыша власти Венесуэлы наградили хааста званием почетного гражданина страны. На родине серпентолога прозвали Человеком-змеей. Далее в программе. Цирк уродов. Пережиток прошлого или жестокая реальность? В Нью-Йорке власти открыли настоящее фрик-шоу. Кто согласился там работать и почему? Как в 21 веке живется людям с нестандартной внешностью? Если вы хотите сделать себя счастливыми, сравните с тем, кому хуже, чем он. Бесчеловечные опыты Пентагона. Исследователи считают, что США использовали разработки нацистского ученого на мирных жителях Вьетнама. Что такое Эйджент Оранж и чем закончился жестокий эксперимент? До сих пор, даже спустя почти 50 лет после войны, в нашей стране продолжают рождаться дети с уродствами. Загадка африканского племени Масаев. Как свирепые воины превратились в скотоводов? И почему Масаи верят, что все домашние животные планеты – собственность их племени? Молодой человек, который испытал такую боль в столь юном возрасте, все это превращает молодого человека в очень опасного воина, способного самоотверженно защищать своих соплеменников. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Власти Нью-Йорка открыли так называемый цирк уродов. По мнению мэра города, это шоу вернет популярность парку Гони-Айленда. Казалось бы, в 21 веке такие развлечения считаются пережитком прошлого. Но нет, цирк действительно пользуется бешеной популярностью и у туристов, и у местных жителей. Кто согласился быть там артистом? Почему эти люди готовы выставлять себя на потеху толпе? Как живется в современном мире человеку с нестандартной внешностью? Таша Маяковская – самая низкая фотомодель России. Ее рост всего 86 сантиметров, а вес не более 20 килограммов. Объявляю рекорд России. Наименьший рост фотомодели официально зафиксирован. Ура! Я с этим родилась, и я не знаю, как это по-другому. То есть гораздо сложнее, когда человек был с обычным ростом, да, и произошла какая-то трагедия, и человек там оказался в другом физическом состоянии, нежели был до этого. Вот так гораздо сложнее приспособиться. Таша – интернет-блогер. У нее более 40 тысяч подписчиков. Девушка утверждает, что не стесняется своей внешности, с удовольствием выкладывает фотографии и гордится, что на нее смотрят тысячи людей. Люди реагируют по-разному абсолютно, но 99% случаев все-таки реагируют очень хорошо, абсолютно разное, с разных стран. То есть люди просто там из других стран, которые не знают русского языка, приходят просто посмотреть. По мнению специалистов, сегодня для людей с нестандартной внешностью соцсети – это аналог так называемого цирка уродов. Сто лет назад люди с физическими особенностями зарабатывали на жизнь, показывая себя на арене. Сегодня они делают то же самое, но уже в сети. И сейчас, мне кажется, цирк ушел на второй план, если не на последний, да, все-таки завоевало свое место и телевидение, и интернет, онлайн-трансляции. Но почему люди готовы превращать себя в бесплатный аттракцион? По словам Таши, у таких, как она, просто нет другого выхода. Например, сама Маяковская по образованию психолог-консультант. Но с такой нестандартной внешностью на работу не берут, а благодаря социальным сетям Таша находит клиентов. Был даже вариант, когда я пыталась устроиться на работу, это был ночной киоск в маленьком поселке. Мне сказали, что меня не возьмут. Я поняла, что это крест. А я решила стать предпринимателем. По словам социологов, то, что сегодня делает Таша, стало популярным благодаря Нику Вуйчичу. В самой большой группе моих слушателей было 110 тысяч человек. После мне поступило 30 тысяч приглашений выступить. Никуда бы я ни приходил, я говорю о ценности жизни. Ник с рождения страдает редким генетическим заболеванием – синдромом тетраамелии, отсутствием всех конечностей. Но это не мешает ему собирать стадионы. Самый дешевый билет на полуторачасовое выступление стоит минимум 100 долларов. За одну лекцию Ник получает не менее 250 тысяч долларов. Джотти Амджи, самая маленькая женщина планеты, стала звездой после роли артистки цирка «Уродов» в популярном американском сериале. Я ничего не могла с этим поделать. Нужны клиенты, которые будут платить. Рост Джотти менее 62 сантиметров, а вес всего 5 килограммов. Став знаменитой, Амджи решила использовать славу, чтобы мотивировать людей. Люди спрашивали у моих родителей, зачем вы ее держите? Она ничего не сможет достичь в жизни. Это было очень жестоко. Но с тех пор, как я стала знаменитой, люди, которые раньше смеялись надо мной, стали относиться ко мне с уважением. Но почему сегодня именно люди с физическими аномалиями становятся кумирами миллионов? Если вы хотите сделать себя счастливыми, сравните с тем, кому хуже, чем вам. У вас будет больше шансов быть довольными собой. Лиззи Веласкес официально признана самой некрасивой женщиной планеты. При этом за ее видеоблогом с интересом следят несколько миллионов человек. А ее мотивационные книги издаются огромными тиражами. Однажды в старших классах я наткнулась на видео, которое кто-то выложил в интернет. В нем меня называли самой некрасивой женщиной в мире. И у него было более 4 миллионов просмотров. И тогда я решила, почему кто-то другой должен говорить за меня? Если я способна привлечь миллионы, мне есть о чем рассказать. Специалисты подсчитали. В среднем на одном посте в интернете блогеры с уникальной внешностью зарабатывают до 5000 долларов в зависимости от количества подписчиков и своей популярности. Таким образом, они могут зарабатывать целое состояние всего за один год. Артистам обычных цирковых шоу такие суммы даже не снились. Болгарская журналист-расследователь Деляна Гайтанджиева обвинила США в сокрытии правды о подпольном создании биологического оружия. Своё заявление репортер подкрепила документами и свидетельствами очевидцев. Деляна утверждает, что военные учёные США проводят незаконные опыты в 25 странах мира. Российские эксперты считают, что подобными проектами штаты занимаются уже 70 лет. После капитуляции фашистской Германии многие наработки учёных Третьего рейха попали в Пентагон. По мнению исследователей, один из нацистов, доктор Шерк, стал работать на штаты и впоследствии ставил свои опыты во время вьетнамской кампании. Кто такой смертоносный доктор Шерк? Чем прославился? И кому передал свои знания и разработки? На этих архивных кадрах американские солдаты во Вьетнаме распыляют токсичный химикат, так называемый «оранжевый агент» или «эйджент Оранж». В 60-х годах военные США утверждали, что этот токсин вредит только растениям. С его помощью расчищают территорию от тропических лесов. Но оказалось, что на самом деле этот якобы безвредный химикат – биологическое оружие, отравляющее всё живое. До сих пор, даже спустя почти 50 лет после войны, в нашей стране продолжают рождаться дети с уродствами, без глаз, без носа, без рук или ног, потому что их родители попали под воздействие агента «Оранж». Из рассекреченных архивов ЦРУ известно, что в разработке токсина «Эйджент Оранж» участвовал некий профессор Кинкейт. По мнению аналитика Александра Асафова, под этим псевдонимом скрывался бывший нацистский учёный. Профессор Кинкейт, один из бывших узников нацистских концлагерей в Германии, узнал другого человека, профессора Шерка, который занимался исследованием заболеваний в нацистских концлагерях. В конце 40-х годов американские спецслужбы тайно вывозили бывших нацистских учёных в Штаты, где те продолжали свои исследования в секретных лабораториях Пентагона. По мнению специалистов, в США Шерк и его разработки попали в рамки секретного проекта ЦРУ «Скрепка». Очень многие учёные были вывезены в Соединённые Штаты. Так вот, все эти люди, они очень активно работали в концлагерях. Это в таких, как Ансвенцем, Равенсбрюк. Там разработывалась сибирская язва, чума, различные генетические испытания были. По документам, в Третьем Рейхе доктор Шерк разрабатывал новое биологическое оружие, модифицировал смертоносные вирусы и инфекции. Опыты ставили на заключённых. Историки считают, что во время Вьетнамской войны Пентагон тайно проводил испытания новых разработок Шерка на местных жителях. В архивах учёный числился руководителем полевой лаборатории, работавшей в Южном Вьетнаме. Как потом выяснилось из письма, которое было перехвачено английской Ми-6, он вёл свою работу под прикрытием нормальной миротворческой миссии. По словам исследователей, им удалось найти расшифровку интервью одного из бывших ассистентов доктора Шерка. Этот человек утверждал, что вьетнамский эксперимент вышел из-под контроля. И Шерк оказался бессилен против собственного изобретения. Были проблемы с противоядием, с антидотом, который тоже не всегда срабатывал. Видимо, вот это несрабатывание антидота и привело к гибели всей группы этих так называемых учёных. По данным Министерства обороны США, всего за время вьетнамской кампании военные использовали более 70 миллионов литров оранжевого агента. Жертвами токсина стали не только мирные жители и взятые в плен вьетнамские солдаты, но и сами американские военные. Мы просто выполняли приказ и не знали, насколько опасно это вещество. Поэтому даже не пользовались противогазами. Из-за того, что я распылял оранжевый агент, у меня развился диабет и рак простаты. Правозащитники утверждают, во время войны во Вьетнаме американцы испытали более 15 видов различного химического, биологического и бактериологического оружия. Исследователи уверены, что авторами большей части испытанных во Вьетнаме разработок стали бывшие нацистские учёные. Но чтобы доказать это, специалистам придётся дождаться, пока Пентагон рассекретит новую партию документов. Далее в программе. Загадка африканского племени Масаев. Как свирепые воины превратились в скотоводов? И почему Масаи верят, что все домашние животные планеты – собственность их племени? Молодой человек, который испытал такую боль в столь юном возрасте, всё это превращает молодого человека в очень опасного воина, способного самоотверженно защищать своих соплеменников. Ритуальные самоубийства. В Индии люди совершают суицид во имя веры. Но какая религия требует таких жертв? И почему правительство закрывает на это глаза? Считается, что он стал победителем этого мира жизни и смерти. Тайна гибели линкора «Новороссийск». Почему затонул военный корабль? Что узнали исследователи из рассекреченных архивов? Была холодная война на уровне горячей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. У меня в руках настоящее оружие воинов из африканского племени Масаи. Дубинка. С помощью него мужчины племени до сих пор не только сражаются с врагами, но и охотятся на диких животных, например, на льва. Сегодня Масаи – одно из самых уникальных племен на территории Африки. Дело в том, что до 14 лет дети Масаи принадлежат сами себе. Родители их образованием не занимаются. Считается, что только так они вырастут счастливыми людьми. Удивительно, но опыт полукочевого африканского племени настолько заинтересовал западных ученых, что они всерьез рассматривают возможность внедрения подобной философии в европейскую систему образования. Но почему антропологи утверждают, что дети Масаи подвергаются настоящим пыткам во время взросления? Какие ритуалы обязан пережить мальчик, чтобы стать мужчиной? И почему в этом племени не едят мясо, а вместо этого пьют свежую кровь? Несколько лет назад мир облетела сенсация. Колдуны из африканского племени Масаи творят чудеса, лечат людей от безумия. Руководитель этнографической экспедиции Фред Райзер утверждал, что сам стал свидетелем чудесного исцеления. Якобы с помощью древнего ритуала всего за несколько часов жрец из племени смог избавить буйно помешанного от недуга. Колдун человека, одержимого психическим недугом, помещает, погребает как бы под землей. Вместе с ним погребается связанный козел. И человек не умирает, когда раскапывает вновь, умирает козел. И считается, что болезнь этого человека перешла на это ритуальное животное. Масаи живут в Кении и Танзании. Мужчины этого племени считаются самыми свирепыми воинами. За всю историю Африки эти люди никогда не были рабами. Но самое удивительное – их сегодняшний образ жизни такой же, как и 500 лет назад. Племя Масаев относится к тем племенам, которые не входят или входят не в достаточный умею в сайду современного человека. То есть уникальность видится именно в сохранении своего традиционного уклада. Внешне Масаи сильно отличаются от представителей других племен. Это очень высокие люди. Средний рост мужчины – от 185 сантиметров до 2 метров. Женщины – немного ниже. Представление о красоте у Масаев заключается в том, что оттянутые мочки уха, они достигают до плеч, оттягиваются эти мочки, и чем более оттянуты, растянуты эти уши, тем считаются более красивы. Масаи жестко следует своим традициям, не обращая внимания на законы. Так, запрещенное практически во всем мире женское обрезание – здесь обязательная процедура. Этот жестокий обряд проводят накануне 14-летия девочек. По статистике, после такой инициации, каждая третья становится бесплодной. Юношам крайнюю плоть обрезают после 10 лет. Считается, что мальчик должен молча перенести боль, иначе он не станет хорошим воином. Юноша, молодой человек, который испытал такую боль в столь юном возрасте, все это превращает молодого человека в очень опасного воина, способного самоотверженно защищать своих соплеменников, свой скот, свою территорию, своих женщин. Еще сто лет назад главным занятием мужчин Масаи была охота. Лучшими в племени считали тех, кто сумел победить льва. Чаще всего на хищника охотились подростки во время инициации и пожилые воины в поисках достойной смерти. Тот человек, который принимал удары льва, он однозначно герой. Если он выживал, и на нем остались раны льва, то в иерархии Масайского общества, ну, в общем, он становился весьма почитаемым человеком. И высший удел доблести было схватить льва за хвост. Сегодня, когда охота на львов под запретом, центром жизни племени стали коровы. Масаи верят, что верховный бог Нгаи, повелитель дождя, сотворил коров для них специально, а все стада мира – собственность их народа. Невероятно, но при этом Масаи не едят говядину. Коровы – это фактически член вашей семьи. Вы бродите по саванне с этим замечательным животным, вы пьете его молоко, и вдруг вы ощущаете, что вам хочется подкрепить свою силу уже мясом. Что вы сделаете? Вы убьете членов вашей семьи, но тогда вы рискуете, что другие коровы, увидев это, убегут или перестанут поить вас молоком. Национальное блюдо Масаев – похлебка из муки и коровьей крови. При этом животное не убивают и не калечат. Женщины сцеживают кровь по особой методике, чтобы не причинить корове вреда. Существует способ, как проткнуть вену коровы, забрать кровь таким образом, чтобы не занести инфекцию, чтобы не убить животное. И это действительно очень интересно. Но эти способы утонченные, они сложились за века. То есть не надо думать, что Масаев – это вот так вот сходу по щелчку придумали. Считается, что вместе с кровью священного животного человеку передаются лучшие качества богов. Ну, считается, что человек имеет возможность обрести дополнительные высшие силы, обрести, возможно, даже бессмертие. Поэтому действительно специальный напиток делает тыквенные сосуды, молоко с кровью. И это пьют. И это считается, вот, в общем, повышает жизненный тонус, жизненные потенциалы человека. Сегодня в Танзании и Кении проживает примерно 900 тысяч Масаев. Они считают себя любимцами богов и уверены, что красивее них в Африке никого нет. К другим народам племя относится пренебрежительно и не считает зазорным воровать у них коров. В результате сейчас Масаи, контролирующие большую часть саванны, присвоили себе весь домашний скот своих ближайших соседей. 54-летнюю звезду Болливуда Шри Аму Янгер Аяпан, известную в народе как Шри Деви, нашли мертвой. Индийская актриса утонула в ванне гостиничного номера. Изначально полиция полагала, что смерть звезды кино – несчастный случай. Но сейчас правоохранители уверены – это было самоубийство. Примечательно, что в Индии попытка суицида считается преступлением. Наказание – год тюрьмы и огромный штраф. Но этот закон не распространяется на так называемые ритуальные самоубийства. Что же это такое? Кому люди приносят себя в жертву? И почему власти закрывают глаза на эти чудовищные традиции? Следователи по делу о гибели индийской звезды Шри Деви считают ее самоубийство ритуальным. Болливудская актриса была индуисткой. В этой религии утопление – один из священных способов ухода из жизни. Правда, в большинстве случаев адепты веры предпочитают совершать суицид в водах священной реки Ганг. Мы помним, что чем заканчивается Рамайна, индус-кепос. Рама входит в воды реки Сараю и вскрывается в них. После этого, конечно, поэт Ванмики описывает прекрасный образ Рамы, выходящего из вод реки и восходящего в свою высшую обитель. Но в реальности, скорее всего, здесь речь идет именно о таком ритуальном умирании. В индуизме более 20 различных течений. У каждого из них свой ритуал самоубийства. Например, адепты джайнизма всю жизнь должны творить абсолютное благо. Даже убийство насекомого для них тяжкий грех. В последовании джайнизма считают, что в каждом растении, в каждом камне, в каждом животном существует такая же душа. Причем душа не меньшего уровня, чем душа у человека. Поэтому, причиняя некоторый вред живой природе или тем более одушевленным организмам, причиняется вред их душе. Но когда джайнист стареет или заболевает, учение предписывает ему совершить суицид. Джайнская практика правильного умирания с Олегхана, она и основана на вот этих представлениях. Когда человек осознает, что он умирает, он принимает решение не просто умереть, но пожертвовать собой ради блага человечества, ради блага общества. Джайнисты верят в реинкарнацию, бесконечную цепь перерождений. Поэтому смерть для них – это всего лишь очередной этап перехода души из одного тела в другое. В отличие этого ритуала от других ритуалов самоубийства заключается в том, что человек не наносит себе физические увечья, не, так сказать, осуществляет удар, я не знаю, ножом, кинжалом, мечом, или там, как харакири, например, которые в японской культуре. О предстоящем самоубийстве джайнисты заранее сообщают семье и близким. Они просят прощения и уходят из дома в уединенное место. Там человек постепенно отказывается от пищи и воды и практически морит себя голодом. В общем-то, после смерти такого человека, его похороны проходят с особой торжественностью, то есть считается, что он стал победителем этого мира жизни и смерти. Наиболее шокирующие самоубийства индуисты совершают во время ежегодного праздника Радха-Ятра, посвященного божеству Джаганадха, одному из воплощений Кришны. В этот день из храма Вариси на тяжелой колеснице вывозят огромную статую Джаганадха. Индуисты верят, бросившись под колеса этого обоза, человек воссоединится с богами. Но почему власти Индии не запрещают столь жуткие обычаи? Ситуация зависит от штата к штату, но принципиально в Индии все вот эти обряды, которые считаются, скажем так, оскорбительными для человека или противоречащими жизни в светском обществе, они не поощряются. В конце минувшего года Национальное бюро регистрации преступлений опубликовало официальный отчет по самоубийствам в Индии. Оказывается, в стране каждые 4 минуты совершается суицид. Большая часть из них – религиозные. Опубликованные документы из президентского архива, кажется, ставят точку вокруг полувекового спора о гибели советского линкора «Новороссийск». В результате этой трагедии погибло более 800 моряков. Их смерть была медленной и мучительной. После взрыва они оказались заперты в трюмах тонущего корабля. До сих пор существовало множество версий причин катастрофы от случайного подрыва на донной мине до теракта. Исполнителями назывались в том числе и итальянские диверсанты. Какие версии есть сегодня? А какие уже опровергнуты? И что же на самом деле случилось с советским линкором? 29 октября 1955 года в северной бухте Севастополя затонул линкор «Новороссийск». Этот корабль был флагманом черноморской эскадры советского военно-морского флота. Ночью в час 30 под корпусом судна раздался взрыв. О случившемся тут же доложили командующему флотом. Через полчаса поступил приказ – отбуксировать линкор на мель. Командира корабля в это время на корабле не было. За него остался старший помощник. Насыграли боевую тревогу. Началась борьба за живучесть. Через два часа после взрыва корабль сильно накренился на левый борт. К линкору подошли спасательные суда. Но вице-адмирал Пархоменко запретил эвакуировать моряков. Через полчаса «Новороссийск» перевернулся и стал уходить под воду. Спасти удалось лишь 9 человек. Тех, кто в последний момент сумел спрыгнуть за борт, затянуло под железный корпус судна. Матросам приказали стоять, и когда корабль начал крениться, все они посыпались водой. Некоторым удалось доплыть до госпитальной. Я знал таких людей. Но большинство все-таки утонуло. Потом воронка образуется, когда корабль переворачивается. Громадное это туловище. Всех затянуло туда. Большинство моряков оказалось замурованными в отсеках корабля. За водонепроницаемые двери не попадала вода, но воздух стремительно заканчивался. Вытащить этих людей со дна моря спасатели не могли. По воспоминаниям водолазов, они три дня слышали пение обреченных на смерть людей. Когда он перевернулся, аверкик сделал, они там погибли с пионием варяга. Они погибли не только моряки с самого линкора Новороссийского, но и несколько десятков погибло с других кораблей. Ребята, любая часть внизу, которая обеспечивала все это дело, они остались там. По официальной версии, причиной трагедии стала немецкая мина времен Второй мировой. После катастрофы в Севастопольской бухте специалисты обнаружили еще 19 донных мин. Ночью начали работать приборы мины, и мина, поскольку она была с магнитным взрывателем, среагировала на магнитное поле линкора и взорвалась. Рассекреченные документы из президентского архива отчасти подтверждают официальную версию. Линкор подорвался на мине. Однако военные эксперты сомневаются, что причиной трагедии стала именно глубоководная мина времен Великой Отечественной войны. Во-первых, на тот момент они находились в нерабочем состоянии. И просто не могли взорваться. Специалисты уверены, линкор потопили торпедой, которая могла быть итальянской. Но за что итальянцы мстили Советскому Союзу? Итальянцам, во-первых, была возможность это сделать, потому что 10-я флотилия спецназначения под командованием черного князя Валерия Баргеза. Я считаю, это была наиболее подготовленная вообще диверсионная такая вот группа во всех воюющих странах. Не только в Италии, но вообще во всех воюющих странах. Линкор «Новороссийск» раньше принадлежал Италии и носил имя Юлий Цезарь. Но в 47-м, после Второй мировой войны, итальянские корабли поделили между странами, победившими нацизм. Львиная часть флота отошла Советскому Союзу, в том числе линкор «Юлий Цезарь». Судно требовало ремонта. Семь раз корабль за свою службу в Советском флоте, семь раз он ремонтировался, каждый раз, значит, ему что-то добавляли. В частности, ему заменили маршевые турбины на турбины Харьковского завода, после чего он стал бегать 27 узлов против 24 изначальных. После передачи линкора князь Джунио Валерио Боргезе, убежденный антикоммунист и глава подводного спецназа Италии, поклялся отомстить Советскому Союзу. По версии исследователей, подрыв линкора – дело рук итальянцев. Причем осуществить эту операцию им помогли британские спецслужбы. Я думаю, итальянцы могли помогать более серьезной силе военно-морской, тем же, допустим, англичанам, потому что там была развита подводная диверсионная работа. По мнению военного эксперта Ивана Кудишина, операцию могла провести 12-я флотилия военно-морских сил Великобритании. Тогда ей руководил человек-легенда Лайонол Крэп, один из лучших подводных диверсантов британского флота. Но чем помешал в Великобритании советский линкор? Как раз вот в середине 50-х годов было поваленное увлечение артиллерийскими ядерными снарядами. Ну и вот в частности для линкора «Новороссийск» хотели сделать спецбоеприпасы калибра 320 мм, которые могли нести ядерный заряд. В Великобритании считали, что линкор «Новороссийск», оснащенный ядерным оружием, опасен для них. Одна такая ракета, выпущенная у берегов Объединенного Королевства, могла превратить всю страну в радиоактивную зону. Была холодная война. Была холодная война на уровне горячей. В Великобритании, между прочим, Черчилль объявил холодную войну. А если учитывать, как сейчас ведет Великобритания, порой даже поклеще, чем США. В этом отношении, по отношению к современной России. После рассекречивания архивов, выжившие зенитчики с линкора «Новороссийск» потребовали провести международное расследование гибели корабля. Они считают, что линкор потопили итальянцы и намерены требовать материальную компенсацию с итальянской стороны в суде. «Роскосмос» и «Наса» готовят космонавтов к полету на Красную планету. Такое предположение выдвинули сразу несколько авторитетных ученых-астрофизиков. Дело в том, что космические миссии экипажей стали максимально продолжительными за всю историю космонавтики. 340 дней! А это значит, что человеческий организм целенаправленно испытывает на прочность. Например, после одной из таких длительных миссий врачи решили проблему защиты от космического облучения. Значит ли это, что путь Красной планете открыт? Что такое программа «Биосфера-2»? И когда люди смогут высадиться на Марсе? Рай на Земле. Так в 1991 году ученые презентовали проект «Биосфера-2». В Аризонской пустыне компания миллиардера Эдварда Басса построила систему огромных воздухонепроницаемых стеклянных куполов. По сути, эта программа стала прототипом идеи Илона Маска о создании городов-сфер на Марсе. То есть это, грубо говоря, огромная теплица, которая была поделена на несколько секторов, в каждой из которых была представлена своя отдельная экосистема. Джунгли, саванна, болота и даже мини-океан с собственным пляжем и коралловым рифом. У восьми ученых-добровольцев было все, чтобы почувствовать себя на Ноевом ковчеге. Под куполом росли более трех тысяч видов растений и обитали около четырех тысяч видов животных. От мельчайших организмов до свиней, коз и кур. Там были и рыбы, соответственно, и звери, и птицы. То есть совершенно разные. То есть рыбы были промысловые, которые можно было влавливать и есть. Так, соответственно, были и птицы, которые просто услаждали, значит, должны услаждать слух людей, которые там жили. По задумке создателей, биосфера-2 должна была стать миниатюрной копией нашей планеты, не тронутой техническим прогрессом. А цифра-2 в названии указывала, что номер один – это сама Земля. Первые дни ученые наслаждались жизнью. Ловили рыбу и загорали на пляже. По вечерам исследователи ужинали на балконе с видом на созревающий урожай. Их задача была выращивать себе деду, смотреть за показаниями приборов, которые показывают состояние воздуха, воды и тому подобное. Ну и, по сути, да, всячески наслаждаться жизнью, петь песни, радоваться. Проблемы начались на второй неделе эксперимента. Измерения проб воздуха показали, что количество кислорода под куполом сокращается. И примерно через год было прогнозирование того, что очень сложно будет находиться в биосфере. Воздуха не останется для такого нормального пребывания там человека. Жизнь в раю закончилась. Ученые начали борьбу за кислород. Теперь все свободное время они ухаживали за растениями и контролировали жизнь фитопланктона в своем мини-океане. Примерно 50% кислорода, который мы имеем на Земле, идет именно из-за фитопланктона, обитающего в океане. Если его убрать, то нам на Земле тоже будет нечем дышать. Но уменьшение кислорода стало не единственной проблемой. Бионавтам грозил голод. Оказалось, что в биосфере недостаточно плодородных земель. Выращиваемых овощей и злаков не хватало, чтобы прокормить 8 человек. В результате через несколько месяцев каждый испытуемый похудел примерно на 15 килограммов. Люди стали худеть, люди стали выглядеть более изможденно. И они, конечно, пытались это не афишировать перед широкой общественностью. Но, тем не менее, с каждым днем они чувствовали себя все изможденнее. Следующий посевной сезон прошел еще хуже. Почти все рисовые поля уничтожили насекомые. А в местной пустыне из-за конденсации на потолке стали регулярно выпадать дожди. Высокая влажность в биосфере уничтожила остатки урожая. В лесу начали гнить растения. Ломались огромные пятиметровые деревья. В естественных условиях стволы деревьев, например, становятся более плотными из-за того, что есть ветер. Они сопротивляются ветру и приобретают вот эту гибкость и плотность. Там ветра не было, поскольку система закрытая. И деревья просто становились очень хрупкими и ломались. Рыбы в водоемах становилось все меньше. Кораллы гибли, умирали животные. Под куполом хорошо себя чувствовали только насекомые. Начали очень сильно размножаться тараканы, муравьи и разные микроорганизмы, которые начали очень сильно употреблять кислород в том количестве, которым уже людям не хватало, поскольку система замкнутая, деваться им было некуда. Через два года после начала эксперимента уровень кислорода под куполом достиг критических 15%. При норме в 21. Эксперимент закрыли раньше времени. Но почему опыт не удался? Это невероятно, но, по мнению исследователей, виной всему бетон. Там были бетонные перекрытия, то есть было очень много бетонных элементов. Бетон окислялся и поглощал, собственно, кислород и выделял углекислый газ. Вот, это была такая непредвиденная проблема, которую не предусмотрели. Участники эксперимента уверены, что знаменитая миссия на Марс, задуманная миллиардером Илоном Маском, станет реальностью, если ученые смогут повторить проект биосферы без ошибок. Тем более, что знаменитый купол не разрушен. Он превратился в площадку для климатических экспериментов, проводимых студентами и школьниками. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Так считал писатель Саммерсет Моэм. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok